Начинаем. Присаживайтесь, пожалуйста, на свободные места. Вижу, что есть очередь на регистрацию, но я думаю, что мы начнем, и наши уважаемые участники потянутся в процессе нашей дискуссии. Меня зовут Дарья Жукова, я руководитель дирекции общественного движения «Волонтеры культуры», который создан на базе Ассоциации волонтерских центров. И мы, собственно, инициировали данное мероприятие, данную секцию, и впервые в программе Международного культурного форума есть мероприятие, посвященное волонтерам культуры, потому что теперь они основная составная часть огромной сферы культуры. И для того, чтобы мы с вами ответили на животрепещущие вопросы, узнали о том, кто же такие волонтеры культуры, какие есть возможности, что происходит, и в целом вы могли для себя понять, хотите вы этим заниматься или нет, благодаря нашим многоуважаемым гостям, которые нашли время в своих графиках и готовы с вами поделиться своим опытом, знаниями, энергией и вдохновением. Перейду к представлению наших уважаемых гостей. Я начну с Мурада и Натальи Осман, это создатели проекта «Следуй за мной», «Fall Me Too». Это не только проект, это в целом огромная история, которая на весь мир прогремела, и Наталья с Мурадом по факту является лицом нашей страны, и продвигает не только проект «Fall Me Too», а в целом ценности, идеи, огромное наследие, которое есть в нашей стране, используя ресурсы, инструменты, которые актуальны в современном мире. Приветствуем. Спасибо. Справа от меня сидит Михаил Кожуховский, человек, который является основным положником в целом культурного волонтерства. Он руководит отделом по работе с волонтерами Государственного Эрмитажа. Прошу поприветствовать. Аккурат возле меня сидит Дарья Сухорукова, представитель Государственного исторического музея, город Москва, руководитель волонтерской программы. Попрошу поприветствовать. И у нас сегодня в гостях директор самого старого учреждения культуры Сербии, Тияна Бугарски. Друзья, в такой дружной кампании мы с вами ответим на все основные вопросы. У каждого из вас тоже будет возможность задать их. Я думаю, мы это сделаем в конце нашей секции, чтобы не перебивать общий ход дискуссии. Позвольте себе начать. Погружу вас в то, кто такие волонтеры культуры. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь люди, которые считают себя волонтерами культуры? Отлично. Есть ли сотрудники учреждений культуры? Так, пока вы выигрываете. И есть ли сотрудники органов власти, занимающихся сферой культуры? Прекрасно. Друзья, у нас идеальный состав участников, потому что развитие культурного волонтерства невозможно без командной работы. И напомню, что прошлый год был годом добровольца. И для никого не секрет, что понятие волонтерства теперь для нашей страны не ново. И в целом мы на мировом уровне тоже являемся самоположниками определенных методологических моделей развития волонтерства в подходах, потому что есть, опять же, ассоциация волонтерских центров, которые являются институтом развития добровольчества, имеют серьезную технологию и работу с разными направлениями добровольчества, не только культурным. И в прошлом году так случилось, что тема культурного волонтерства вызвала интерес абсолютно в разных сферах нашей жизни. И вы сейчас видите цифры, это данный фонд общественного мнения. 65% россиян считают добровольчество в сфере культуры важным направлением. И 76% россиян интересуются в целом культурными событиями. Возникает вопрос, почему же тогда движение волонтеров культуры не существовало раньше? Потому что огромное количество людей хотят в этой теме себя реализовать. Следующий слайд, пожалуйста. Вы видите небольшую подборку кратких фактов, которые позволили нам говорить о том, что культурное волонтерство вышло на качественно иной уровень. В прошлом году состоялась первая смена, посвященная волонтерству в сфере культуры, на ключевом событии для творческой молодежи на форуме Таврида в Крыму. И там была возможность у людей, у ребят, у авторов проектов, которые реализуют свои инициативы в сфере культуры, объединиться и представить стратегию развития культурного волонтерства. Опять же, это все произошло благодаря году добровольца, потому что были запросы в разных сферах. И, собственно, на Тавриде было возможно презентовать данную концепцию. Сергей Владимирович Кириенко, первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации, который поддержал данную инициативу. И, собственно, движение теперь существует и создано на базе статей волонтерских центров. Но важно при этом отметить, что параллельно с этим Министерство культуры Российской Федерации обратило внимание на волонтеров. И мало того, что обратило внимание, включило тему культурного волонтерства в национальный проект «Культура». Каждый из вас прекрасно понимает важность этого документа. Это самополагающий документ для развития в целом всей отрасли. При этом в целом есть большой запрос со стороны общественности. Есть конкурс «Доброволец России». Он проходит уже 9 лет. И там есть большая номинация «Вдохновленное искусством». Это номинация, которая позволяет людям, у которых есть творческие социокультурные проекты, получить поддержку. И в этом году в этой номинации было подано 1454 проекта. То есть это по факту те люди, которые уже что-то делают в этой сфере. С ними надо работать. Они требуют поддержки не только на уровне первого, второго и третьего места, а в целом они готовы помогать в развитии всей сферы культуры. Соответственно, случилось так, что 12 марта образовалась дирекция. И теперь основная задача — выстроить систему развития добровольчества в сфере культуры. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. Следующий слайд. И вы можете задать вопрос, зачем вообще движение. Прежде всего наша задача не создать мероприятия, не создать волонтерские центры, не найти единомышленников в задаче, создать сообщество. Действующее постоянно, когда люди могут в любой момент времени понять, куда обратиться, какие инструменты есть, проявить свое желание, умение, навыки. И более того, скажу, что как миссия нашего движения, мы увидим, что волонтер сегодня занимается на добровольных началах помощи в сфере культуры, а завтра он может стать специалистом в сфере культуры, уже иного совсем качественного уровня. То, о чем мы сейчас очень говорим, это профориентации, кадровые резервы, данные лифты. Вот они в действии. Если человек попробовался в этой сфере, дальше у него открывается сфера культуры, и он может себя проявить абсолютно в разном статусе и в разном амплуа. Не буду вас мучить очень долгими вводными элементами, скажем так. Остановимся только на финальном слайде, пожалуйста, можете переключить. Чем же занимаются волонтеры культуры? На самом деле деятельность многогранна, и мы выделили на сегодняшний момент пять основных направлений. Прежде всего, это работа с учреждениями культуры. И здесь, что мы имеем в виду? Есть различные типы учреждений. Это и библиотеки, и музеи, и парки. И, например, если мы говорим про Москву, московский зоопарк относится к сфере культуры. Это тоже отдельное учреждение, которое требует себе внимания и своих подходов. И в таких учреждениях существуют волонтерские программы. И опять же, у нас сидят два мастодонта. Среди учреждений культуры это исторический музей, государственный эрмитаж, который показан в собственном примере, что максимально крупное учреждение культуры тоже заинтересовано в роде волонтеров, и это выстроено на качественно высоком уровне. Далее мы говорим о том, что волонтеры готовы работать с учреждениями тогда, когда у них есть собственные инициативы, и они нуждаются в помещении, в информации, в наставничестве. И здесь тоже очень важна работа на системном уровне, чтобы был результат. Второе направление, одно из самых важных и основных, это сохранение культурного наследия. Здесь мы говорим как о восстановлении памятников истории культуры. И здесь мы работаем в тесной связке, в партнерстве с крупнейшей организацией нашей страны, которая в этом году 54 года, насколько я знаю. Это Всероссийское общество охраны памятников истории культуры, у которых есть огромная своя волонтерская программа, и которые, по сути, являются тоже основоположниками темы культурного волонтерства. Позволю себе напомнить, что в советское время существовало такое явление, как добровольные помощники реставраторов. И в советское время, опять же, была активно развита история с экспедициями, когда люди выезжали на несколько месяцев, летний период, зимний, неважно, и восстанавливали конкретно объекты культурного наследия, либо религиозные постройки. Поэтому это крайне важно, это уходит сейчас в историю, но благодаря ВАПИК и нашей совместной работе мы пытаемся возродить, и для этого есть и кампусы, и международные, и российские, и школы волонтеров в наследии. Здесь огромный блок. Также мы говорим о сохранении нематериального наследия, которое тоже крайне важно для каждого из нас. Третье направление — это, собственно, реализация творческих и социокультурных проектов. Это все люди, которые готовы свои идеи превратить в проект, реализовать, объединить вокруг себя людей, команду. И здесь тоже данное направление диктует свои правила. Это и возможность удержать волонтеров, и подходы в планировании, в прогнозировании, в целеполагании в целом. И, опять же, возможность найти ресурсы для реализации всех своих самых невероятных идей и желаний. Четвертое направление — это организация волонтерских программ. Мы все с вами привыкли, что есть Олимпийские игры, есть чемпионат мира по футболу, уже определенный уровень качества организации волонтерских программ. Когда есть у волонтеров сервисы, когда они постоянно погружены в информационное пространство, когда они понимают, зачем они идут, что они делают. Есть серьезная система работы с волонтерами. Но позволю себе сказать, что в сфере культуры нет настолько ярких примеров волонтерских программ в сфере поддержки волонтеров. И здесь важно, опять же, чтобы волонтеры были не только рабочей силой, о чем мы говорим. Просто мы пишем письмо и говорим, нам завтра нужно 15 волонтеров. И на улице минус 30, волонтеры приходят, что-то делают и уходят. Это неправильно. Поэтому здесь требуются тоже определенные подходы, методология, работы с волонтерским сообществом. Здесь мы готовы обучать, рассказывать и делиться тем, что уже есть в этой сфере. Пятое направление – это организация туристических маршрутов и культурных профессионалов в городах. Есть огромное количество инициатив, которые связаны с рассказом о своем собственном месте, где вы живете, городе, селе, неважно. Условно. Если вы живете в Рязанской области, очевидно, что каждый день вы в детстве, например, ходили, там какая-то тропа, например, Есенина была, она не включена в туристический маршрут. Ее никто о ней не знает. Но из поколения в поколение, например, эта информация передается. И именно волонтеры являются носителями информации, культуры своей семьи, свое место, где вы родились. И волонтерство – хорошая возможность донести это до сообщества, до людей, которые этим тоже интересуются. И не обязательно для этого формализировать определенный маршрут или потоки. Потому что есть проектные решения, и волонтеры прекрасно этим занимаются. И если мы говорим о культурных пространствах, мы говорим о домах культуры. Потому что, да, есть прецеденты, когда дома культуры даются общественникам, и есть желание у власти сделать так, чтобы эти дома культуры жили. Вопрос – кто будет заниматься контентной частью. Вот волонтеры – как раз те люди, которые готовы наполнять. Есть очень хороший пример в Новосибирске, в Академгородке, дом культуры, классический, советского типа. Туда пришли волонтеры, создали там точку продажи брендированных значков, открыток. Далее там есть каворкинг-пространство, куда приходят все люди поработать. Есть пространство, где есть творческие студии различные и так далее. Все с помощью волонтеров. Поэтому здесь задача создать инструменты для поддержки. Проектов много, инициатив много. И сегодня наша секция направлена на то, чтобы мы узнали конкретно по каждому направлению, что же происходит, в чем смысл, и как мы могли бы к этому всему делу присоединиться. И я хочу передать слово Михаилу Кожуховскому. И повторюсь, что пока мы еще только начинали всю эту историю, у Михаила с 2003 года уже существует волонтерская программа в Эрмитаже. И вопрос вам, Михаил, почему Эрмитаж в 2003 году озадачился темой привлечения волонтеров? Зачем это нужно Эрмитажу? Нужно ли? И расскажите поподробнее, в чем смысл волонтерской программы государственной Эрмитаже, чем занимаются волонтеры, и как вы работаете с тем, чтобы они у вас были постоянно в команде? Потому что я знаю, что очень много волонтеров остались еще с первых дней существования этой программы. Вам слово. Спасибо большое. Простите, спасибо большое. В 2003 году, если кто-то помнит, как раз состоялось большое празднование 300-летия Санкт-Петербурга. И, наверное, впервые в городе состоялись такие праздники. И, конечно же, основным центром всех праздниц должен был стать государственный Эрмитаж. Поэтому идея, которая родилась уже в 2002 году, понимая, что, например, ну и лично я сам, будучи в душе волонтером, и понимая, что не могу оставаться просто зрителем на этом празднике жизни, и понимая, что большое количество моих друзей и, да, в общем-то, каждый из нас обладает, наверное, своим собственным ощущением, да, вот этого культурного наследия, и, наверное, необходимостью передать, наверное, свои знания, пожелания. Да, как это все можно сделать? Ну и, естественно, потребность наиболее лучшим образом вообще этот праздник представить. Поэтому вот с таким предложением я обратился в Эрмитаж и встретил удивительную сразу поддержку Владимира Матвеева, заместителя директора государственного мира. К сожалению, его нет с нами сегодня. Но вот с той памятной встречи как раз все сразу и заработало. И сразу, естественно, идея, которая, наверное, гложила меня, да, понимание того, что желание того, что все это пространство культурно-музейное, оно должно создаваться всеми нами, всем сообществом, потому что оно работает и должно работать для нас. Поэтому удивительный творческий потенциал есть в каждом из нас. И каждый из нас должен и может его выражать. И какие-то интересные идеи, они должны каким-то образом быть воплощены. Понятное дело, у многих из нас, наверное, нет тех знаний. Но у каждого из нас есть сердце, и мы ощущаем искусство сердцем в первую очередь. Нас тянет в музей вот это желание, ощущение, которое мы испытываем перед произведением искусства. И поэтому, наверное, каждый из нас может что-то интересное предложить. А самое главное, это надо вспомнить, вот в этом году мы вспомнили и обнаружили, что, оказывается, мы являемся волонтеры, воплотителями идеи эпохи просвещения, когда эти музеи все создавались, когда основная задача, которая в XVIII веке витала в воздухе, и была основной идеей вообще реформы образования, и работы в театрах, вообще вот этого всего воспитательного культурного пространства, это помочь каждому человеку стать творцом, почувствовать, освободиться от предрассудков и с помощью вот этого культурного наследия попытаться выразить себя, открыть себя, да, и вместе создавать лучшее общество. Да, таким образом идея была, что, и понимание, что искусство, оно способно трансформировать сознание. Вот, наверное, вот то, чем мы занимаемся в этом году, поэтому мы удивительным образом вот к этой идее пришли, и считаем, что именно все проекты, они должны быть основаны на этом, что любое наше дело, оно должно иметь вот это важное послание, которое обращено каждому человеку, с основной мыслью, что все культурное наследие человечества является твоим личным багажом. И когда ты понимаешь, что ты без этого багажа не был бы сегодняшним человеком, наверное, заставляет тебя задуматься и понять, да, что ты за это все должен нести ответственность. И не просто так все это было создано человечеством, а должно, наверное, тебе, тебя на что-то сподвигнуть. Ну, вот как-то так. Интересно. Мне кажется, фундаментальное отношение к волонтеру в целом, мне кажется, уникальное в нашей стране. И вопрос такой, а чем конкретно занимаются волонтеры в Эрмитаже? Как вы доносите эти идеи через конкретную деятельность? Что делают волонтеры, куда у них есть доступ, и в чем отличие волонтера от посетителей обычного туриста, который приходит в Эрмитаж? Ну, основное отличие волонтера от посетителей, да, что волонтер, он, конечно же, не просто как посетитель приходит, да, увидеть, почувствовать что-то, может быть, не имеет возможности что-то предложить, а волонтер, он как раз может предлагать какие-то интересные идеи по проведению самых разных мероприятий. Ну, вот здесь вот небольшая подборка мероприятий этого года. Мы вдруг вспомнили, что у нас в календаре есть замечательная дата, Международный день поэзии. А почему же не вспомнить о том, как важно, потому что в прошлом году мы делали наш очередной фестиваль, придуманный, предложенный волонтерами, открыть свою Европу в Эрмитаже. И в этом году уже пятый провели. И в прошлом году мы узнали, что в Европе он будет посвящен, год посвящен культурному наследию. Мы решили рассказать, в первую очередь, о нематериальном культурном наследии, о котором мало кто у нас вспоминает. И вдруг обнаружили, что, боже ж ты мой, на фоне огромного тысяч памятников, которые на сайте ЮНЕСКО, у нас их всего два. Потому что у нас, к сожалению, забывают, что сохранением вот этого нематериального наследия занимаются энтузиасты, не чиновники, а именно энтузиасты, которые сохраняют поэзию, праздники. И в прошлом году мы пригласили молодых литераторов, поэтов. Оказалось, очень много в нашем городе действительно энтузиастов, которые, наверное, работают в самых разных областях. И мы сделали очень интересные форматы поэтических дуэлей и решили, что мы, наверное, должны обязательно вспомнить про поэзию и в этом году провести такой праздник. А перед этим был другой замечательный день, Международный день счастья. Мы говорим, ну а как же мы счастье-то не отметим? Мы же должны дарить счастье друг другу. Мы обязательно должны предложить всем посетителям подарить счастье другому. То есть, например, оставлять открытки и сделать какие-то поделки и написать все, что ты хочешь пожелать незнакомому тебе человеку. И мы настолько были потрясены, какие интересные оставляли послания люди, и которые благодарили нас о том, что, боже мой, как здорово, вот мы пришли сегодня, и вы, благодаря вот тому, во что вы нас вовлекли, это всколыхнуло в нас такое удивительное творчество. Мы почувствовали любовь к незнакомым людям. И вот это все должно работать в пространстве. Таким образом, понятное дело, что, когда мы говорили о поэзии, нам пришлось вспомнить, а у нас международная организация, поэтому очень много волонтеров из разных стран, мы решили, что мы, конечно, должны зазвучать, должна зазвучать поэзия на самых разных языках перед теми шедеврами, которые представителями этих стран создавались. И вот мы объединились вместе с хранителями, с сотрудниками Государственного Эрмитажа, волонтеры вместе выбирали, какие стихи нужно выбрать, какие должны прозвучать, перед какими объектами. И вот удивительным образом мы все время с 2003 года вовлекаем сотрудников Эрмитажа вот в эту удивительную волонтерскую деятельность. Интересный вопрос такой. Я думаю, что он будет актуален для сотрудников учреждения культуры. Как получилось сделать так, что вы поддержите волонтеров на системной основе? Я знаю, что у вас есть отдел, собственно, вы возглавляете. Как удалось пробить вообще все барьеры бюрократические? Потому что для такой структуры, мне кажется, фундаментально это непросто сделать. Да, и сейчас непросто все, безусловно. Но могу сказать, что вот 2003 года, когда мы впервые пришли в Эрмитаж, и оказалось, что на празднике, празднике трехсотлетия, наверное, без волонтеров, без их удивительной способности на все проблемы отвечать улыбке и успокаивать потерявшихся министров, там огромное количество делегаций, которые приехали в Петербург, не беспокойтесь, все будет хорошо, потому что мы таким образом научились. Здесь без волонтеров не обойтись, конечно, да, это важно. И потом уже решать проблему. Понятно, что для каждого волонтера был страшный стресс, но мы до сих пор воспитываем в их. Вы должны все свои душевные силы давать любому человеку, у которого проблемы в Эрмитаже, даже если вы не знаете ответы на поставленные вопросы. Но вы понимаете, вы должны себе звучать, что вы найдете ответ на этот вопрос. И удивительным образом мы сразу нашли среди сотрудников Эрмитажа огромное количество единомышленников. Самое главное, знаете, кто были первые единомышленники, которые сразу буквально защищали нас от любых поползновений? Это были блокадницы, которые как энтузиасты выживали и здесь, девочки, которые дежурили во время блокады на крышах города, гася эти крыши от пожаров, которым было там по 14 лет самим, и которые до сих пор живут, но не многие из них дожили до сегодняшнего дня, но работали в Эрмитаже сотрудниками. И с ними мы делали очень интересные проекты, пытаясь рассказать, каким образом они сохраняли вот это культурное наследие. И они доказывали, что энтузиаст добьется того, что получит нужные издания и будет сохранять. Вот они вот со своим энтузиазмом, они были самые, до сих пор их называют, наши крестные мамы, с которыми вместе мы и проводили в жизнь все наши программы. Ну и вот таким вот образом вовлекая в наши интересные проекты, самое главное, что может являться обратной связью для любых сотрудников Государственного Эрмитажа. Вот каким образом можно делать интересные образительительские программы? Да только с помощью волонтеров, потому что они являются носителями обратной связи. Они могут вам рассказать, что хорошо, что плохо, что интересно, предложить какие-то совершенно безумные креативные идеи. Да, у них нет достаточного знания, но эти знания есть у главных сокровищ музея, у хранителей. И как здорово, когда они вместе все могут поделиться ими, да? Тем более, что, безусловно, воспитываясь в какой-то узкой среде, когда ты постоянно находишься в этой среде, вот я могу про себя сказать. Когда изо дня в день ты повторяешь одни и те же формулы, да? У тебя уже вырабатывается, на мылен взгляд вырабатываются клиши, ты уже, наверное, не понимаешь. А для общества вообще, что это все может значить? Поэтому, наверное, только волонтеры могут предоставить эту обратную связь, которая поможет, наверное, вот эти клиши развивать. Новые формы вообще в целом подхода к работе с посетителями найти в том числе. Говорить на языке современном. Абсолютно, конечно. И предлагать совершенно новые идеи. Та же самая молодежь, когда вовлекается в создание интересных идей проектов, в создание вот этого интерактивного, игрового, культурного пространства, она сама, во-первых, вовлекается в эту историю вовсю и понимает, что, безусловно, необходимо давать работать мозгу, но и необходимо давать работать чувствам и, наверное, всем нашим органам, чтобы работал и слух, чтобы мы могли услышать стихи, чтобы мы могли услышать музыку, чтобы мы могли поучаствовать в танцах. И таким образом, наверное, можно воссоздать ту атмосферу, в которой художник создавал эти шедевры. И именно вот это удивительное качество волонтера, который требует воссоздания этой атмосферы, потому что ему недостаточно, что картина висит на серой стене. Он хочет понять, а что же такое происходило вокруг. И вот именно волонтеры, когда они собираются все вместе, и вот эта общая команда каждый раз ищет интересный материал, и все время тебе звучит, это Эбрика, я нашел, вот, вот оно. Вот это то самое интересное, что поможет нам создать проект, сделать из него что-то удивительно красивое, интересное, захватывающее. Вот. Супер. Мне кажется, очень интересно. Как вы считаете? Мне кажется, вы все уже вдохновились просто. Уже все готовы идти сейчас и быть волонтерами Эрмитажа. Спасибо большое, Михаил. На самом деле, вот, не так давно знакомы с Михаилом, но самое важное, что есть, это неравнодушие. Вот это желание творить. Мне кажется, не кажется, это 100%. Все происходит тогда, когда есть люди, которым не все равно. Поэтому, конечно, хочется развивать в себе эти навыки. Я надеюсь, что вы все тоже культивируете, потому что, да, есть рутина, но если ты с такими горящими глазами приходите к волонтерам, мне кажется, у волонтеров нет просто других шансов, чтобы не оставаться в Эрмитаже. И кроме того, чтобы получать доступ к святая-святых культурному наследию нашей страны, еще при этом получать определенное впечатление. А впечатление – это уникально. Это, возможно, только в оффлайн-режиме и только общаясь друг с другом. Это важно про текущую, про реальность. А теперь я хочу перейти в другое пространство, в медиапространство, где тоже крайне важны впечатления и где крайне важен профессионализм. И перед нами сидят, опять же, гости, которые являются экспертами не только российского уровня, а мирового, потому что ваш проект, который был создан когда-то в 2011 году, как проект, который продвигает культуру, он вырос в несколько иную форму. Это не только проект, по сути. Это, по факту, была инициатива. Интересно узнать, как она вообще появилась, почему она случилась в вашей жизни, почему вы решили выбрать тему культуры, потому что, по факту, она очень сложна и в монетизации, и в продвижении, и в привлечении к ней внимания. И вы, опять же, тоже говорите и про наследие, и материально, и нематериально. Расскажите, пожалуйста, прежде всего, почему, зачем, в чем ваша заинтересованность, почему вы решили им заниматься, и как случилось так, что некоммерческий проект стал коммерческим и стал частью вашей жизни, мне кажется, основной, если я не ошибаюсь. Да, всем добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле, да, мы здесь являемся представителями нового медиа. Наш проект появился около 10 лет назад в социальных сетях, и на тот момент никто не мог даже представить, насколько большой оборот этот мир, диджитал мир и мир социальных сетей, будет влиять на жизни людей, брендов, политики, культуры. И изначально мы создавали свой проект, как вы правильно сказали, некоммерческий, и сейчас это превратилось в такое мировое движение людей, которые не просто любят путешествовать, которые неравнодушны к тому, что происходит вокруг. Мы вокруг построили очень много социальных проектов в том числе, и я вообще считаю, что любой человек, который имеет социальные сети, является, может являться и должен являться внегласным волонтером культуры, потому что у каждого из нас есть в руках большой инструмент, как соцсети, неважно, сколько у вас подписчиков, там 10, тысяча, 15 тысяч, миллионы, вы можете говорить и вы можете освещать. Очень важно здесь быть неравнодушным к тому, что происходит вокруг. И, мне кажется, освещать посредством социальных сетей – это очень большой инструмент, который должен быть задействован сейчас и в России в том числе. Да, конечно, мы, если так сказать, не ожидали, вот как Наташа сказала, что этот инструмент, эта аудитория позволит нам показывать свое видение, которое, конечно, как вы сказали, состоит, она у нас как конструктор, она состоит из культуры, из чего-то, не знаю, познания чего-то нового, из отношений, из путешествия в новые страны, встречи с новыми людьми. Это такая коммуникация. И она нам позволила действительно транслировать наше сообщение, наше видение всему миру с нашей аудиторией. Это наш диалог с ней посредством нашего визуального стиля, нашей фотографии. И мы, да, мы, конечно, активно сейчас в последнее время это используем. Как вы сказали, он, да, превратился в движение, он получил некую монетизацию, потому что проект уже не молодой. Когда мы начинали, как Наташа сказала, около 10 лет назад, уже целое, можно сказать, поколение выросло, поколение людей, которые, можно сказать, родились уже в социальных сетях. Потому что когда мы были, люди начинали только познавать айфоны, телефонные, как смартфоны работают, а теперь все, вся молодежь уже в соцсетях. Если так говорить, ну, наверное, каждого школьника… Мне кажется, не только молодежь, у всех в соцсетях. Мне кажется, каждый нас не представит просто… Даже среди, если просто говорить по требностям молодежи, то номер один профессия, которую они хотят получить, к сожалению моему на самом деле, потому что я не очень рад этому, они говорят, что они хотят стать блогерами. А я считаю, этому нужно образовывать, и я считаю, мы обязаны… То есть те люди, которые проходили этот этап введения социальных сетей, диджитал мира, то есть мы пробовали, то есть для нас это было что-то новое. Мы обязаны образовывать молодое поколение и приучать их к тому, что соцсети – это не просто развлечение. Соцсети – это первый инструмент для продвижения не просто брендов, себя как бренда, но и привлечение внимания социальным проблемам, и культурным в первую очередь. Я не просто так сказала, что волонтером культуры может быть любой человек, у которого есть телефон сейчас. Это самый основной продукт привлечения внимания. И этим мы обязаны пользоваться, и мы обязаны образовывать то молодое поколение, о котором говорит Мурат в том числе. Могли, пожалуйста, поделиться советом, как вести эти соцсети? Потому что правильно вы сказали о том, что мы можем, конечно, говорить, что мы за или против соцсети, но это неизбежно. Это настолько уже стало нашей частью жизни, как вы говорите, уже профессия блогер. Представьте, пять лет назад люди считали, что это просто соцсети, картинки и так далее. Сейчас это даже не то, что ресурс, это механизм воздействия на мнение. То есть вопрос, что вы тоже транслируете. Почему я к вам тоже обращаюсь, как к эксперту в этой сфере, потому что вы выбрали подход продвижения не только себя лично. Вот вы есть, вы интересны. У нас вообще изначально личности не было в нашем инстаграме. Вот, да, то есть вы начали продвигать культуру. И, во-первых, почему вы решили, может быть, какой-то был прецедент, какая-то история. Почему вы решили начать с культуры? На самом деле это крайне сложная сфера. Мне кажется, каждый подтвердит, кто работает в вытяжении культуры, что вроде всего много. Ну, мы приезжаем просто в каждую страну и вдохновляемся. И поэтому это первое, с чем ты сталкиваешься. Это внутренний посыл. Это в первую очередь, вот как и говорил Михаил, в том числе это внутренний посыл жить не просто для себя, а что-то изменить. И поделиться тем, что ты видишь через, ну, в нашем случае, через позитивный какой-то ракурс. И говорить об этом. И мы не могли не делиться тем, что мы видим. И нам хотелось это сделать через арт, там, фотографии. Сейчас это видео, сейчас это выставки, сейчас это очень большой, ну, имеет большой масштаб, не только картинки в Инстаграме. Это вопрос осознанности. Да, нет, но это должен быть посыл. То есть изначально нам просто хотелось освещать определенные вещи, определенные места на планете. И начиная с соцсети, или если уже люди находятся в соцсетях, про коммерческие и некоммерческие организации, я считаю, что они обязаны быть в соцсетях, потому что если мы хотим изменить восприятие молодого поколения, мы обязаны говорить на их языке. Они не будут в первом шаге привлечены теми способами, которые были 10 лет назад, даже 5 лет назад. Вот этот новый язык для молодежи, которых мы должны образовать, он должен быть, конечно, посредством социальных сетей. И когда ты начинаешь соцсети, это сложный вопрос, как вести соцсети. Мы можем сделать целый курс образовательный на эту тему. Но первое, что важно сказать, должен быть какой-то посыл. То, о чем ты хочешь сказать миру, стране, школе, своему классу, неважно. То есть должна быть личная заинтересованность, прежде всего знание. Вы должны быть уверены в том, что то, что вы продвигаете, это существует. Свой вкус. Потому что тут очень важно не исходить из цели стать популярным. Да, не из попсы, скажем так. То есть не то, что сейчас все подхватывают, чтобы вы по факту родились. К сожалению, очень многие из этого исходят. И поэтому, как мне кажется, такие проекты живут недолго, потому что ты становишься жертвой такого формата. То есть тебе нужно будет постоянно делать какой-то контент, который требует внимания. И вот он, к сожалению, может отходить от каких-то культурных ценностей. Это ловушка, когда вы ведетесь на общий хайп, скажем так, и создается искусственно. Это правда. Транселирую, может быть, правильно ли я понимаю то, о чем вы говорите. И мне кажется, здесь, опять же, в случае с волонтерами, интересно то, что человек рассказывает от первого лица впечатление. То есть мне кажется, намного интереснее контент. Если мы говорим, так, есть Эрмитаж, надо рассказать об этом. Это никому не интересно. А если я был в Эрмитаже, я впечатлился, я, как вы говорите, путешествую, увидели, захотели рассказать, просто вы делаете это профессионально. Волонтер может начать просто с этого. И по факту, мне кажется, тоже заражает людей, если это делается искренне. Это нужно делать, если вообще ввести тренд и моду молодому поколению, если мы говорим о волонтерах в том числе, тренд и моду того, что это классно говорить о каких-то, возможно, проблемах. Это классно говорить о памятниках архитектуры. Это классно говорить о культурном наследии. Когда это войдет в тренд, это будет массово в нашей стране. Спасибо. И такой еще вопрос. Ваш проект не только про путешествия, он в целом про любовь к своей стране, к своему... К стране в том числе. К стране, самое важное, к культуре. И хочу отметить, что прошло оффлайн-мероприятие. Это первая биеннале современной искусства Кавказа в поисках идентичности на площадке Artplay в Москве. И проект следует за мной в мой Дагестан. Это новый, такой уникальный, опять же, видимо, спецпроект, так я понимаю, если мы говорим с точки зрения продвижения, первоначальная версия этого проекта. Он демонстрирует, что вы продвигаете не только в целом нашу общую культуру страны на мировом уровне, а в целом продвигаете и культуру частную, локальную среди своих же жителей нашего государства, которая просто необъятная. И зачастую, я думаю, каждый из вас подтвердит, что не все знают, чем богат соседний регион, соседний город. И здесь, опять же, можно подробнее рассказать о том, как вы создали этот проект, почему решили обратиться, собственно, к национальной теме, почему это важно, и как сделать так, чтобы это тоже было интересно на таком мировом уровне. И у нас есть видеоролик. Да, мы приготовили вам небольшой видеоролик. Чтобы вы не только слушали о том, как же это продвигается, но и почувствовали, да. Это тоже искусство. Мы очень много путешествуем по России. Немножко вы рано, мне кажется, выключили свет, но неважно. Мы много путешествовали по России в разных регионах. Для нас, правда, очень важно рассказать про разные уголки нашей страны необъятные. Но про Кавказ, конечно же, расскажет больший Мурат. Это наша большая любовь. Я думаю, мы можем включить ролик, и потом... Ну, давай, да, потом расскажем. Что, ребята, кнопка на кнопку. Когда я, объездивший множество стран, устал, из дороги домой воротился, склонясь надо мною, спросил Дагестан, не край ли далекий тебе полюбился? На гору взошел я из той высоты. Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил. Немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. Я, может, в любви тебе редко клянусь, не ново любить, но и клясться не ново. Я молча люблю, потому что боюсь, поблетнет сто крат повторенное слово. И если тебе, всякий сын этих мест, крича, как глашатый в любви, будет клясться, то каменным скалам твоим надоест и слушать, и эхом вдали отзываться. Веками учил ты и всех, и меня трудиться и жить не шумливо, но смело. Учил ты, что слово дороже коня, а горцы коней не седлают без дела. И все же, вернувшись к тебе из чужих, далеких столиц, болтливых и лживых, мне трудно молчать, слыша голос твоих, поющих потоков и гор горделимых. Вот так. Красивая, да, у нас страна на самом деле? И об этом, мне кажется, очень важно говорить. Да, мы на самом деле выбрали к своему, к сожалению, несмотря, что я родился там, я никогда в жизни не был в горах, практически только в детстве, наверное, был. И это большая была тенденция среди молодежи, которая не путешествовала. И сейчас постепенно, год за годом, что нас очень вдохновляет, молодежь начинает путешествовать по своей же республике, потому что это очень важно. Мы очень много об этом говорим. Сначала ты должен в нее погрузиться, ты должен узнать свой культурный код, чтобы потом уже рассказывать это всему миру или даже России. И тут мы выбрали три различные национальные группы, совершенно разные, и путешествовали в район Кубачи, который славится своей работой по серебру, по всему миру. Можно я добавлю, да, это уникальная техника. Вот вы видели, да, кадры большие, когда мужчина руками выделывает это оружие, украшения. Это уникальная техника, которая на самом деле передается только из семьи в семью. И она умирает. То есть, ну, потому что это очень небольшое село, его знают во всем мире. Это небольшое село, и, конечно же, молодое поколение все-таки хочет куда-то уехать, и сохраняются только единицы, и мы общались с этими людьми. Помимо этого красивого ролика, мы, конечно же, создавали вокруг, ну, такой стори-теллинг, и мы рассказывали про конкретных людей, что очень важно. И это просто может исчезнуть в нашей стране, и это есть не только, ну, в Дагестане, в каждом регионе есть уникальные ДНК-коды, которые очень важно, ну, о которых очень важно говорить. Извини, что перебил. Кстати, к моменту исчезновения, там было село заброшенное на горе, Гамсутль, которое как раз уже 50 лет как заброшено, и там жил только один житель, и года, то есть он жил лет 31 совершенно там, и года три назад он как раз уже умер, и все. И теперь это село полностью заброшено, и там уже никого нет. К сожалению, этого больше и больше, поэтому очень важно, когда обращается внимание на такие места, и молодежь, потому что, ну, это с них начинается, ну, и вообще все поколения делают что-то, чтобы это изменить, чтобы сохранить, потому что это очень важно. И это правда по всей России, на самом деле, очень важно, не только в Дагестане. Мы путешествовали, буквально недавно, ну, не знаю, 3-4 года назад поняли, что нам нужно путешествовать больше по России, и мы выбрали для себя Байкал, Камчатку, и путешествовали, на самом деле, поехали на Алтай. То есть очень много мест посетили, и это было очень интересно, потому что на самом деле страна очень большая, многокультурная, и каждый регион он особенный. Ну, удивительно, почти в каждом регионе мы встречали, ну, в каждом регионе мы встречали очень много людей, которые по своей инициативе, не имея никакого отношения к коммерческим организациям, тем более, по своей инициативе с горящими глазами и молодое поколение рассказывало и показывало, и создавало сами проекты, рассказывающие о своем регионе. Вот об этом важно говорить, делать, то есть наша такая непрямая задача прививать тренд к тому, к той гордости, к той айдентике, рассказывать и путешествовать, и говорить. Да, тут важно, что это делается самими людьми в этом регионе, и, к сожалению, к нашему большому государственной поддержки совершенно не хватает, в некоторых местах ее вообще нету, и это очень плохо, потому что это должно измениться, и должно измениться и у молодежи, и вообще у всех поколений, восприятие того, что вот внутренний туризм, который у нас внезапно сейчас достаточно сильно активировался, он не поддержан инфраструктурой и не так активно поддержан сохранением, а на это очень важно обращать больше внимания и больше делать. Это должно быть на всех уровнях, и на уровне обычных людей, на уровне государства, на всех уровнях. Спасибо большое. На самом деле, да, здесь отразили несколько ключевых тем. На самом деле волонтеры – это некий сигнал, потому что мы с вами живем абсолютно в разных уголках. У нас есть свое сообщество большое, у журналистов свое, у инженеров свое. То есть мы каждый находимся в какой-то социальной, либо социальной группе, либо профессиональной группе. И на самом деле волонтерство, именно волонтерство культуры, оно играет роль объединения. И здорово, когда вы не стесняетесь об этом говорить, вы сигнализируете, потому что на самом деле и про поддержку, и про все остальное никто не узнает, если вы об этом не скажете. И бывает так, зачастую я тоже вижу, что некоторые люди делают проекты ради проекта. Хотя по факту, если вы живете в своем родном городе, селе, неважно, если вы видите проблему, лучше решить ту проблему, которую вы видите, чем ехать куда-то, что-то придумать, помогать кому-то, кого вы не знаете, непонятно зачем, нужно ли это вообще этому человеку. И здесь меня отрадно слышать, что именно любовь к своему делу, она помогает, и она является движущей силой любого начинания. И если вы будете любить то, что вы делаете, на самом деле от этого можно получить и поддержку, и уважение и себя, и своей семьи, а не кого-то там, и ориентироваться прежде всего на себя. И я надеюсь, что со временем волонтеры культуры это будет то движение, которое будет направлено на поддержку каких-то мероприятий, на увлечение в какие-то события, а про то, что мы просто, каждый из нас осознает волонтер, я не волонтер, просто осознанность за то, что ты делаешь, за то, где ты живешь, и если ты путешествуешь осознанно, если ты делаешь какой-то проект, ты делаешь его осознанно, а не просто для того, чтобы сделать. Потому что сами по факту мы все формируем какие-то квази-институты, квази-проекты. Если вы видите проблему, решите ее. Все, очевидно, знают, что есть проблемы с селами. Каждый из вас сталкивался с этим. Поэтому проще свой проект и свой талант направить на решение конкретной проблемы, чем придумывать что-то, потому что фактура, она вокруг нас. Поэтому прежде всего наша ответственность, наши знания, ресурсы, они могут двигать огромным количеством тех же самых ресурсов и решать проблемы конкретные. Поэтому спасибо вам большое. Давайте поблагодарим Наталью Мураду. И сейчас я предлагаю перейти к человеку, к Денису Юдину, к заместителю руководителя ВАПИК, и задать вопрос, прежде всего, который, мне кажется, волнует всех, как волонтеры могут помочь в восстановлении такого огромного пласта, огромной части нашей культуры, как культурные объекты, памятники. Каждый из вас, я думаю, сталкивается с этой проблемой, и как обычный житель любого из городов, так и профессионалов в этой сфере, которые видят, что все разрушается. Вопрос, как сохранить, и какая роль волонтеров в этом процессе, что для этого делается. И, опять же, повторюсь с точки зрения поддержки, Start Done в этом году появился, наконец-то, у нас проект, механизм поддержки, и тема сохранения культурного наследия, является ключевой в данном документе. Денис, может, пожалуйста, рассказать подробнее, как же мы можем с вами все вместе помочь в сохранении нашего достояния, наших памятников. Здравствуйте, дорогие друзья, всех еще раз приветствую. Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что действительно, вот второй раз уже секция волонтеров, волонтеры культуры уже присутствуют на Международном культурном форуме, и это очень здорово. И про наследие нам тоже удается говорить на такой площадке. Уважаемые коллеги, наша организация, она, вот Дарья уже говорила, существует уже с 67-го года, и мы отметили недавно юбилей, 57 лет. И наша организация занимается всеми вопросами сохранения культуры наследия. Одним из важнейших, который за последнее время стал, это развитие, конечно, волонтерского движения в сфере сохранения культуры наследия. И почему это важно? Основная цель и миссия нашей организации, здесь вот мы указываем, это все-таки сохранение наследия. Сохранение – это значит передать их нашим будущим поколениям в том виде, в котором бы они могли дальше зафиксировать и отражать историю нашей страны, нашу архитектуру. Но вот здесь еще мы можем видеть, что есть сохранение и популяризация. Так вот, волонтерская, она решает обе задачи. И популяризация культурного наследия, то есть приобщение людей к теме сохранения наследия. И непосредственно, посредством сил волонтеров, можно эти объекты культурного наследия сохранять. Но наше движение стало именно в волонтерской сфере, стало активно набирать обороты больше, наверное, с 2016 года. И там действительно возобновилась практика, то, что раньше называлось «добровольные помощники реставраторов». Потихонечку мы стали открывать кампусы в разных уголках нашей страны, привлекать волонтеров к таким работам, которые еще не требуют определенной квалификации, то есть таким каким-то уже реставрационным работам. Сначала они занимались уборкой, территорией подготовки объектов и так далее. Но потихонечку уже под руководством опытных реставраторов, архитекторов уже стали проводиться работы непосредственно с воздействием на объект культурного наследия. Следующим шагом нам удалось уже создать международный кампус, на котором присутствовали уже волонтеры из разных стран. У нас очень хорошие налаженные контакты с Францией, известный французский организаций «Рампарк». И у нас очень удачно получается обмениваться волонтерами для реализации таких крупных волонтерских проектов. Сейчас у нас в разработке такие страны, как Великобритания и Италия. Вот, возможно, в следующем году у нас что-то получится в этом направлении. Ну, здесь вот перечислены, собственно, кампусы, которые нам удалось сделать. Это Ленинградская область, Тризанская, Тульская, Липецкая, в Костроме и в Самаре. Вот, кампусы носят сезонный характер, естественно, конечно, это в первую очередь лето, зимой это сложно эти работы организовывать, но, тем не менее, каждый год мы что-то делаем. Вот про международный кампус я уже сказал. И важнейший вопрос, который бы я хотел, конечно, осветить. Мы со временем, получив опыт организации этих волонтерских работ на объектах культурного наследия, пришли к такому выводу, что, конечно, сохранение культурного наследия и волонтерства в этой сфере, оно требует определенной подготовки. Как вообще, собственно говоря, наследие, как некая ценность культурная, требует вообще определенной подготовки у человека. Есть в пирамиде ценности людей, есть ценности, которые не нужно без какой-то подготовки воспринимать и потреблять эту ценность. А некоторые ценности нам нужно иметь определенный уровень подготовки. Вот культурная ценность, в том числе и наследие, надо понимать, что это такое, зачем его сохранять, зачем оно нам нужно и так далее. Так вот, школа волонтеров наследия, которую мы вот в этом году первый раз запустили, и, надеюсь, в течение всего национального проекта будем ее делать, она, конечно, решает две задачи. В первую очередь, люди, которые приходят туда учиться в школу, они в принципе узнают, что такое наследие. Здесь реализуется функция популяризации культурного наследия. А во-вторых, туда люди приходят, которые уже знают, что это такое, и они хотят получить определенные практические навыки работы на объектах культурного наследия. Таким образом, вот у нас две категории людей учатся в нашей школе. Если первая категория, они что-то где-то услышали, пришли, захотели получить какое-то образование такой по краткосрочной программе, и дальше они становятся новонтерами, то первые, то вторые уже знают, что такое волонтерство, что такое наследие, и стараются прокачать как-то свои навыки. Но вот в этом году наша школа, она запустила такой базовый курс, она состоит из 11 часов, из которых 4 часа – это теоретическая часть, в общем, и наследие 7, практическая, которая складывается из примерно по 2,5 часа, учат навыкам работы с деревом, металлом и камнем. Но в следующем году мы хотим расширить количество уже модулей и какие-то уже выпустить специальные программы, чтобы люди расширять количество людей, вовлекаемых в сферу сохранения культурного наследия, чтобы они могли уже дальше свои навыки улучшать. И, коллеги, последний, наверное, вопрос, такую проблему я немножко охвачу, у меня есть возможность. Мы столкнулись с законодательным препятствием в этой сфере определенной, поскольку у нас, согласно нашим действующим законодательству, работа на объекте культурного наследия могут только лица, которые имеют определенную аттестацию. То есть они государством должны быть аттестованы, признаны в качестве специалистов определенной категории, и только после этого они могут работать на объектах. И тут мы вышли очень сложные вопросы, за собой вроде бы простой вопрос потянул в комплекс целых очень сложных вопросов. Вот, например, а какие виды работ, почему именно аттестованные специалисты могут на каких видах работ? В законе написано, там, реставрация, консервация, противорийные работы. Но мы же понимаем, что за каждым этим словом кроется целый комплекс, огромное количество видов работ, в которых есть, собственно говоря, в том числе и общестроительные, и еще виды работ, которые вообще не требуют никакой квалификации. И если мы сделаем с вами следующий шаг, то мы поймем, что на самом деле, если бы был профессиональный стандарт, например, или мы бы имели перечни, детальные виды работы, раскрывающие реставрации и так далее, мы бы, конечно, могли бы эффективно развивать институт волонтерства в этом. Потому что определив эти виды работ, на которые вообще не нужно аттестации, конечно, их волонтеры могут делать. Но поскольку этого пока еще нет, такого вот, какого-то решения, то это очень сложно. В законе сейчас, в 73-м законе есть статья, она была внесена, по-моему, в 2018 году, и при нашем участии ее внесли, и там сделали только одну фразу, что волонтеры могут привлекаться к работам по сохранению. Но порядок и виды этих работ определяются нормативным актом, который должно утвердить Министерство культуры. Но Министерство культуры сейчас сталкивается с определенными сложностями в этой сфере. Они разработали этот определенный проект, повесили его на госрегуляшн, он может там почитать, но его отклонили, потому что этот проект на самом деле никакие вопросы наши не решают. Да и очень сложно Минкульту, собственно говоря, одному разработать это, потому что, как я уже сказал, оно тянет за собой вопросы профессиональных стандартов, РНИПов, реставрационных норм и правил и так далее, и так далее. То, что у нас еще там советских времен и технологических каких-то стандартов. Вот такая вот, конечно, большая проблема, но с чего-то надо начинать. И, как удивительно, вот эту большую проблему потянул за собой вопрос волонтерства, с которым мы столкнулись и поняли, что много еще других нерешенных проблем. Спасибо большое, коллеги, у меня все, Дарья. Спасибо. Я попрошу включить видеоролик в АПИК, который был снят по итогам школы волонтеров наследия. Немножко сейчас разбавим еще одним контентом, который можете посмотреть. Места, где проводил летние каникулы. Крепость, где на экскурсии познакомились родители. Церковь, где хрестили бабушку. Здание, куда с собой на работу брал отец. Монастырь рядом с домом, где вырос. Форт, который обронял прадед. Культурное наследие – это не бездушные ветхие здания. Это история каждого человека и каждой семьи. Наследие – часть тебя. В России 160 тысяч памятников истории культуры. Тысячи из них на грани гибели. Ни одна страна мира не в состоянии сохранить культурное наследие без общественной поддержки. Школа волонтеров наследия возрождает традиции Всероссийского движения добровольцев, которое 40 лет назад объединяло сотни тысяч людей. Стать волонтером – значит прикоснуться к истории. Школа волонтеров наследия – оберегая национальную гордость. Спасибо большое. Давайте поблагодарим Дениса. И стремительно перейдем к следующему спикеру, к Дарье Сухоруковой. И позвольте себе еще представить часть большой команды Государственного исторического музея, которая приехала к нам на Международный культурный форум. Это Екатерина Александровна Клюкова, которая является заместителем директора по научно-процедистической работе Государственного исторического музея. И мои вопросы будут адресованы к двум прекрасным девушкам. Прежде всего, хочется вас спросить. Вопрос, идентичный к Государственному Эрмитажу. Зачем ему волонтеры? Я думаю, что мы сейчас включим нашу презентацию и начнем отвечать на этот вопрос, уже исходя из презентации. Прекрасно. Спасибо. Включат нам. Благодарим организаторов нашей сегодняшней сессии за приглашение. Мы начнем немножечко с иного, в принципе, кто мы сегодня. Мы в гостях у Эрмитажа, мы понимаем, где мы находимся и что это за организация. В данном случае немножечко про наш музей. Мы находимся на Красной площади в Москве. И в наш музейный комплекс ходят четыре здания. Кроме главного здания, музей Храм Василия Блаженного, он же Покровский собор, Музей Отечественной войны 1812 года и Палата Бояр-Романовых. В общем-то, зачем нам волонтеры? Мы движемся к нашему 150-летию. И мы начали понимать, для чего именно нам нужно привлекать волонтеров в музей. В первую очередь, это определенное формирование свежего взгляда внутри музея. Иного. Во-вторых, это, безусловно, дополнительная поддержка, как, наверное, для многих учреждений культуры. В-третьих, это создание такого нового тесного контакта, нового звена между посетителем музея и, собственно, самим музеем. Наконец, для нас очень важным было расширение аудитории. Все мы прекрасно понимаем вопрос, кто сейчас ходит в музей, какая целевая аудитория. И мы понимали, что в ГИМ нужно привлекать новую, новую, молодую, свежую кровь. И, наконец, создание кадрового резерва. Дарья уже упоминала о том, что многие волонтерские проекты направлены на профориентацию. Для нас это было одной из ключевых задач – привлечь молодых специалистов в наш музей. Когда мы поняли данные задачи, которые стоят перед историческим музеем в рамках работы с волонтерами, мы начали проводить исследования, каким образом ГИМ начинать работать с волонтерами. Путем исследования различных бенчмарков мы вывели три основных подхода к работе с волонтерами в учреждениях культуры, в частности, музея. Первое – это привлечение внешних волонтеров. В данном случае речь идет о работе с волонтерами в учреждениях культуры через посредника. То есть, когда мы приходим к организации, которая аккумулирует волонтеров, мы приходим к ним как экспертам и запрашиваем у них волонтеров на мероприятия, на ключевые направления, что-то в таком. Второе – это создание волонтерского ресурса. Это когда вокруг музея есть большой пул волонтеров, часто это 500-600 человек, и музей работает с волонтерами именно как с массой, то есть с большим количеством людей. И третье – это развитие внутренней программы. Базируясь на наших задачах, которые я озвучила чуть ранее, мы понимали, что именно создание внутренней системы, системы работы с волонтерами – это наш путь. Это важно, поскольку мы сможем избежать этого событийного формата, когда вы работаете с большими массами, а более вовлекать людей, людей в принятие решений, в ключевые направления музейной деятельности. Мы можем более четко прорабатывать, работать с нашей целевой аудиторией, с молодежью, которую мы хотели видеть нашими, по сути, внутренними клиентами. Таким образом, в 2017 году мы стартовали нашу программу. Мы позиционируем это не как волонтерский ресурс службы, а именно как волонтерская программа Государственного исторического музея. На данный момент у нас порядка 120 участников. Наши ключевые цифры вы также можете увидеть на экране. Для нас очень важно количество людей, которых мы берем на работу по окончании волонтерства, поскольку это, по сути, такие готовые музейные таланты, которые дальше могут как-то себя показывать внутри музея уже как сотрудники. В этом году на фестивале «Интермузей» мы взяли премию как лучший волонтерский проект в сфере музеев. Как же мы работаем с волонтерами, если какой-то внутренний инструментарий говорить? Да, безусловно, у нас выделяется пять основных этапов. Это подбор и отбор волонтеров, которые подразумевают под собой совершенно различные форматы и онлайн, и оффлайн. Адаптация обучения. Мы большую роль уделяем вот этому вот заземлению волонтеров внутри организации. Это важно как с точки зрения работы с внутренними сотрудниками, так и для волонтеров, чтобы они понимали, куда они попадают и как это все внутри выглядит. Далее внедрение. Как только волонтеры пройдут первые два этапа, они, собственно, приступают к работе. О ней я скажу чуть-чуть позднее. После любой абсолютно деятельности происходит такая оценка. Оценка деятельности волонтеров внутри проекта, внутри направления, внутри деятельности. Она тоже проходит в нескольких векторах. Это оценка руководителем программы, в данном случае мной, его тем лидеров, и сама оценка, как волонтер справился. После этого проходит пятый этап. Это расставание или удержание в зависимости от каждого конкретного случая. Что же волонтеры делают у нас в музее? Мы выделяем три направления волонтерства. То есть, вступая в программу, волонтер может выбрать, какую конкретно задачами он хочет заниматься внутри музея. Первое – это экскурсионное направление, когда волонтер видит себя будущим, возможно, экскурсоводом, методистом. Он разрабатывает какие-то свои интеллектуальные продукты и проводит его на территории музея. Второе – это направление по развитию и организации мероприятий. Это вот о чем мы говорим. Событийное волонтерство, потому что многие приходят в музеи и выбирают для себя путь работы на массовых акциях. Ночь музея, ночь искусств. Я думаю, музейщики меня понимают, как такие наши ключевые события. Также у нас есть инклюзивное волонтерство. Это волонтеры, которые занимаются работой с посетителями с инвалидностью. И очень важное для нас направление работы волонтеров – это фондовое. То есть, наши волонтеры работают в фондах, участвуют в экспедициях и занимаются научной деятельностью. Когда мы понимаем, что перед нами такая большая махина, такая система, перед нами неизбежно встал вопрос, как этим управлять. У нас нет отдела, у нас нет штата. Я являюсь единственным специалистом, который занимается этим в нашем музее. И мы поняли, что в данном случае нам нужно разрабатывать и развивать внутреннюю структуру. Таким образом, в каждом из трех направлений мы начали развивать институт внутреннего лидерства. То есть, волонтер, кроме того, что он работает как волонтер, он может попробовать себя координатором своих же коллег. Это очень хорошая история для нас с точки зрения отсмотра талантов, потом которые могут стать музей, но и возможность снять нагрузку с координатора программы, не привлекая при этом дополнительные средства, бюджет, не создавая отделы. Благодаря внедрению института тим-лидеров в каждом из предыдущих трех направлений у нас стала возможность каскадирования задач. То есть, когда руководитель проекта, руководитель волонтеров не спускается, собственно, и к каждому ставит задачу, а работает через тим-лидеров. Это тоже определенная экономия ресурсов и времени. Немного поговорим о методах поощрения, потому что для нас это очень важно, как для волонтеров. Как мы понимаем, выделяется материальное и нематериальное поощрение волонтеров любой их деятельности. Если материальные, это подарки от организации, мерч, возможности прийти на какие-то события. Есть очень большая музейная программа «Спутник». Это программа лояльности между московскими музеями, когда музейный волонтер получает карточку. И эта карточка позволяет пройти бесплатно на экспозицию всех музеев-участников. ГИМ, Государственная Третьяковская галерея, ГМИ, Мини, Пушкина, Гараж. Это очень интересный и очень хороший инструмент для поддержания и удержания волонтеров. Но что для нас более важно, это рекогнишн, нематериальное поощрение волонтеров. И в данном случае мы понимаем, что наша целевая аудитория, с которой мы работаем, для них большой мотивацией является развитие. И мы уделяем очень большое внимание на экспертность, на встречу с сотрудниками, на обучение этих людей. Одним из наших важных, таких интересных лайфхаков было, которым я очень люблю делиться, это то, как позиционирование волонтеров внутри музея. Мы в рамках Чемпионата мира по футболу, у нас была большая акция, волонтеры были привлечены, постоянная работа, такой важный период для музея на Красной площади. И в качестве самого такого большого приза мы придумали завтрак с директором. И у нас лучшие волонтеры этого чемпионата у нас имели, вот на фотографии можно увидеть, завтрак с нашим директором Алексеем Константиновичем Левыкиным. И для нас это было очень важно. Мы программу нашу выстраиваем именно вот так, в понимании внутренней какой-то истории и в работе с ними. Базируясь на этой программе, как я представила, вот мы избрали подход программы. Мы не привлекаем, мы не работаем через посредников, мы не привлекаем огромной массы, мы работаем на качественный подход. То есть у нас нет задачи привлечь 400 волонтеров. У нас есть задача качественно работать с этими 120 членами обязательно. Мы понимаем, что есть внутренняя ценность для музея такого подхода. Ну, безусловно, мы постоянно имеем людей в музее. Это работа на экспозиции, это проведение каких-то мастер-классов, это работа в фондах, которые идут нон-стоп, и кадровый резерв. И для музея это, во-первых, молодежь, которая действительно привлела за собой одногруппников, друзей. То есть у нас, в принципе, и посещаемость, и количество молодежи в музее увеличилось. Во-вторых, это вот эта мультиязыковая история. Мы на Красной площади, мы очень привлекательный туристический объект. И мы прекрасно понимаем, что в учреждениях культуры всегда существует вопрос адаптации на различных языках. Если английский плюс-минус всем очевиден, то всегда есть французский, китайский, в конце концов. И в данном случае волонтеры решают эту задачу, а не дополнительная поддержка такого направления. ГИМ зазвучал как бренд работодателя в сфере культуры. И среди выпускников гуманитарных специальностей, историков, искусствоведов, культурологов, для них, наконец, появилось понятно, что я могу пойти работать в музей. Я могу себя попробовать как волонтер, а потом могу пойти. То есть волонтерская программа очень активировала данный бренд в культурной среде. Что же такое ценность для волонтера в данном случае, на основу наших сейчас данных? Ну, безусловно, в центре волонтера ГИМ есть такие три перспективы. Это обучение и развитие. Поскольку мы говорим про целевую аудиторию Y, это, в принципе, у нас в ценностях, как представители этого же поколения могу сказать, мы воспитываем волонтерам и даем новые навыки, возможность попробовать себя в качестве лидера, доступ ко всем образовательных ресурсам ГИМ, будь то лекции, кинопоказы, все. Мы даем им возможность самореализации. То есть человек понимает, что он полезен, он причастен. Он причастен к музею на Красной площади. Он может придумывать и, что самое важное, реализовывать. И, наконец-таки, это общение. Потому что на основу данных исследований наших волонтеров они воспринимают это как программу. То есть они приходят, по сути, не буду говорить, как во второй дом, но для них это определенное сообщество внутри, которое мы воспитываем и всячески поддерживаем. То есть в таких трех перспективах развивается волонтер внутри нашей организации. В дальнейшем у нас есть определенное видение, как мы хотим дальше развиваться. Мы видим развитие серебряного, мы работаем с серебряными волонтерами, но мы видим интенсификацию этого направления. Возможно, мы попробовали корпоративное волонтерство. Благодаря победе на Интермузее в 2019 году мы выиграли грант от Благодарительного фонда Владимира Потанина, который мы направляем на развитие инструментов управления волонтерами. То есть мы понимаем, что при большом количестве работать очень глубинно и очень детально могут позволить методы современных технологий. В данном случае мы разрабатываем онлайн-сервис по управлению волонтерами в музее. Я думаю, что в дальнейшем, как только этот сервис у нас финально будет разработан и представлен, данная практика могла бы быть полезна абсолютно всем учреждениям культуры. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дарья. Мне кажется, максимально продуктивно. Я видела постоянно телефоны, которые фиксировали схемы, таблицы. Я чувствую, у кого-то появятся новые технологии в работе с волонтерами. На самом деле очень важно прислушиваться к тому, что есть. Здесь, опять же, повторю, что ничего нового нет. Вопрос в том, что мы все находимся в информационном вакууме. И это проблема и среди учреждений культуры, когда музеи с музеями общаются, библиотеки с библиотеками и так далее по списку. И именно волонтерство – это та сфера, которую можно объединить. Поэтому спасибо вам большое, Дарья. Здесь все, мне кажется, вопросы были отражены. Поэтому если будут вопросы, вы тоже их фиксируйте. Осталось совсем немножко времени, чтобы их задать. И я перехожу к следующему спикеру, к Тиане Бугарске. Повторю, что Тиан возглавляет галерею, которая уникальна на самом деле для Сербии. Это старейшее учреждение культуры. И оно находится в городе Нови Сад. Город Нови Сад – это непростое место, потому что в 2019 году этот город получил статус молодежной столицей Европы. А в 2021 году на один год станет культурной столицей Европы. Мне кажется, это очень амбициозно с точки зрения подготовки команды людей, которые будут обеспечивать все мероприятия на максимально высоком международном уровне. И вопрос к вам, Тиана. Как развито волонтерство в вашем учреждении? Почему вы привлекаете волонтеров? И какова роль учреждения культуры в подготовке таких крупных событий? И почему удалось город Нови Сад выиграть такой статус, получить его? И готовы ли к таким вызовам с точки зрения подготовки волонтеров? Благодарю, что вы пригласили меня принять участие в форуме и в этой панельной дискуссии. Конечно, вопрос волонтерского движения очень важен в музейном контексте не только нашей страны, но и всего мира. Сербия может быть нетипична с точки зрения развития волонтеровского движения, но не очень сильно развита. Необходимо получить какой-то толчок, стимул к такому развитию. И есть как раз такие стимулы, то, что мы будем культурной столицей Европы, молодежной столицей Европы, соответствующие в 2019-2021 году. Такие крупные мероприятия невозможны без активного участия волонтеров. Есть большие организации, которые организуют работу волонтеров на городском уровне. В том числе это не специально обученные волонтеры, просто люди, которые хотят что-то хорошее сделать, помочь городу организовать события в рамках этих двух столиц Европы. Они не профессионалы, ни в какой отдельной конкретно взятой области. Они лишь движимы добрыми побуждениями. Нам присылают людей, которые хотят поработать в нашем музее. Это вот наши молчаливые охранники. Они сидят как смотрители в залах, чтобы предотвратить какой-то вред, который могут посетители нанести коллекции музея или что-то украсть. Они, так же как и в Московском музее, о котором рассказывала коллега, мы выделяем определенный день для волонтеров, приглашаем их в галерею, устраиваем какие-то праздники, выдаем им сертификаты о том, что они являются волонтерами нашего музея. Однако мы как раз хотели бы наладить просветительскую работу среди волонтеров с тем, чтобы они были более подготовлены к музейной работе, как говорил коллега из Виопика. У нас есть просветительские программы, обучающие, тренинги различных учреждений. Они предоставляют какие-то интересные идеи для разработки программ для детей, для подростков. Есть и европейский парад «Услышь меня», в котором нас учат работать с волонтерами, какие-то общие принципы мы обсуждаем, особенно если это касается людей с ограниченными возможностями. Мы основали небольшую сколу музееведения. Дети из нашей школы местной приходят в музей, чтобы получше узнать о том, что такое музей, кто там работает, что составляет их деятельность, кто сотрудники музея. Это и сраматрители музея, и специалисты по консервации, и работники просветительского отдела. И мы пытаемся обучить таких студентов нашей школы-музееведе в течение трехмесячного курса работе в разных областях деятельности, связанной с музеями. Мы посещаем и организуем выставки. Выставка, в частности, одна из называлась «Молодой выбор», с тем, чтобы они могли, во-первых, так же, как и мы, выбрать тему выставки, определить круг экспонатов, которые будут выставляться, написать этикетки или настенные экспликации для экспозиции, потому что мы понимали, что мы потом будем ремонтировать наше помещение, поэтому можно отдать тем молодым людям наши залы для экспериментирования без опаски. Мы поощряли их творчество, их креативность, чтобы они поняли, как музей действует, чем он живет, чтобы они не смогли влюбиться в музейные экспонаты, в процесс разработки, в создание экспозиций, написали даже стихотворение, посвященное музею, и написали это прямо на стене между экспонатами. Мы дали им возможность детям-подросткам, которые участвовали в этом проекте, сделать свои микроэкспонаты, свои микровитрины, выбирая свою собственную тему и название. Мы открыли двери нашего музея полностью для детей, они именно выступали на открытии выставки, рассказывали о том, что они подготовили. Вот вы видите, одна из участниц поет, здесь происходит перформанс. Музей был полностью отдан детям. Мы, конечно, все время их сопровождали, помогали им, и они создали такие мемы, такие вот смешные короткие истории, которые были вдохновлены картинами, потом сделали на их основе стикеры, и мы их используем в нашем музее. Конечно, все были шокированы, потому что традиционные музеи обычно не смехаются, не с юмором относятся к музейным объектам. С другой стороны, в соцсетях это активно обсуждалось, очень многим людям это понравилось. они победили в этом споре мнений, очень активно распространяли все эти свои работы, и на телевидении, в соцсетях давали интервью в прессе, на телевидении создали достаточно большую такую информационную кампанию, шумиху в хорошем смысле вокруг этой выставочного проекта. Самым важным также с нашей стороны было дать им возможность выбрать тему выставки, создать ее полностью с нуля своими силами, и это помогло им воспринять очень важные знания о специфике работы музея, чтобы потом применить их в своих волонтерской деятельности. Они потом рассказывали обо всем этом своим друзьям, родителям. По пятницам в 6 часов обычно мы проводили такие встречи с ними на временных экспозициях. Дальше у нас была выставка, посвященная крупному сербскому художнику, и хранителям, кураторам, которые вели экскурсии, обычно это делают, но в этом случае делали это дети для своих же сверстников. Также было решено, что они будут волонтерами в нашем музее, теперь они участвуют во всех наших выставочных проектах, и есть специальные экскурсии, которые проводят эти молодые волонтеры, кураторы. На следующий год мы планируем поделиться этим опытом с другой группой посетителей. Мы позовем теперь не молодежь, подростков, а позовем людей из других возрастных групп. Но, однако, все принципы работы с ними останутся этими. Можем позвать и медиков, и учителей, или полицейских. Любых специалистов будем поощрять приходить в нам музей с тем, чтобы они могли создать свои собственные выставочные проекты, чтобы они могли полюбить нашу коллекцию, полюбить музей, нашу деятельность, и потом впоследствии стать волонтерами нашего музея. Вот такая идея, которую мы реализовали, которую я хотела рассказать, создание специальной программы для того, чтобы более подготовить, обучить волонтеров, чтобы они не были такими бессловесными смотрителями в залах, а могли более активный вклад привнести и в работе с музейными проектами, работе с аудиторией зрительской, которая приходит в музей. На самом деле очень интересно. Я думаю, что все заметили, что очень много есть пересечения с нашим подходом в развитии волонтерства. Прежде всего, это волонтерство через всю жизнь, и вы тоже прекрасно видите, что волонтерство с аудиокультурой объединяет абсолютно разный возраст. И смысл в том, что прививать какие-то ценности не в момент, когда нужно провести мероприятие, а вот с самого юного возраста. И мне кажется, в этом сила, и в этом возможность как раз учреждения культуры в том, что они настолько архаичны, что их история, она тянется годами, веками, если сегодня этот ребенок, завтра он будет полезен в этом учреждении так же, как и был полезен его родители, родственники и так далее. Поэтому, мне кажется, это очень здорово, и здесь у нас очень много общего. Спасибо вам большое. Время неумолимо движется вперед. И оно привело нас к возможности задать вопрос нашим спикерам. Я предлагаю сделать следующим образом. У нас есть Елена, которая поможет вам изложить свою мысль максимально громко. Начнем с девушки, которая находится справа. Добрый вечер. У меня такой вопрос. На ваш взгляд, каковы шансы собрать 100 тысяч волонтеров культуры к 2024 году, как это требует нацпроект? Наверное, вопрос ко мне. Я чувствую возможность ответить на него. На самом деле, да, это очень серьезная цифра, и это беспрецедентное количество волонтеров в целом для повестки волонтерства в нашей стране, потому что волонтеров-медиков – это порядка 30 тысяч волонтеров, волонтеров-побед тоже в порядке таком же ключе, и они уже существуют порядка 6 лет. Волонтер-культура – это новое движение, абсолютно стихийно образовавшееся. Вы видели прекрасно исторические факты, которые стали причиной. Но могу вас заверить, что все очень хорошо, потому что мы определились, наконец-то договорились все сопричастные лица к этому процессу, как считать волонтеров. Потому что на самом деле вопрос статистики, он крайне важен, и здесь важно тоже быть честным и перед собой, и перед теми людьми, которым мы даем статистику. И в этом плане к нам обратилось министерство за помощь, потому что у нас есть ресурс ключевой для волонтеров и доброволец России. Это, понятно, узнаваемая система, единая информационная система, которая позволяет считать волонтеров. Но проблема в том, что там не было возможности дисфицировать себя, ты волонтер культуры, волонтер медик, волонтер победы, то есть это никак не понятно. Мы нашли выход. Есть такая история, мы, мало того, что мы нашли выход с точки зрения подсчета статистики, мы разрабатываем свою собственную базу данных волонтеров культуры, которая станет понятным ресурсом для входа любого человека в эту сферу. Партнер, волонтер, учреждение культуры, министерство культуры, неважно. И да, вот спасибо слайд, который я не дошла в начале, потому что понимала, что не до него сейчас, но это важно. С точки зрения, опять же, достижения показателей, есть две категории. Вы видите мероприятие, категория культура и искусство и проекты, категория вдохновленное искусством, о чем мы сейчас говорили. Я думаю, что некоторые из вас пользуются сервисом, созданием мероприятий на портале добровольцы России. То есть каждое учреждение культуры может создать мероприятие и туда пригласить волонтеров. У волонтеров есть массовая рассылка, все, кто хотели бы к этому присоединиться, они могут подать заявку, организатор подтверждает. И тот момент, когда система подтверждает, что человек этот был на мероприятии, он попадает в нашу статистику того, что человек активно участвует в этой деятельности. То есть он не просто зарегистрировался, вот, я просто подумал, что я волонтер культуры, да, или мы отправили списки, подумали, что мы тоже волонтеры культуры. Нет. Человек должен принять участие в мероприятии с тегом культура и искусство на портале добровольцы России, которая будет интегрирована с нашей базой данных. То есть вам не придется регистрироваться еще раз, еще в какой-то базе. Это технически непросто, но мы финализируем эту систему сейчас, чтобы было проще вам прежде всего. И вторая категория – это, опять же, если вы не участвует в мероприятиях, но у вас есть собственный проект, вы подаетесь на конкурс «Бравлиец России», там тоже есть фильтр, вдохновленный искусством, да, номинация культура и искусство. И, опять же, подав свой проект, свою инициативу, неважно, победили вы, не победили, вы проявили свой интерес к сфере культуры, да, добровольно. И здесь тоже в случае подачи вашей заявки вы переходите в статистику волонтеров культуры. По состоянию на 1 ноября 2019 года в нашей стране 29 тысяч волонтеров культуры, которые подсчитаны таким способом. На будущее мы планируем усовершенствовать этот подход, потому что есть другая история. Есть волонтеры, опять же, которые находятся в медиа-среде. И есть несколько проектов, очень крупных, которые мы тоже, с которыми мы работаем максимально плотно, в том числе есть проект «Узная Россию», это проект Леонида Шафирова, который живет в Ростовской области, и он объединяет волонтеров, которые обновляют Википедию, которая всем нам хорошо известна, не с точки зрения любой информации, а с точки зрения информации об учреждениях культуры, о достопримечательностях. И не просто найдя еще соответствующий смежный ресурс, а придя в учреждение культуры, получив оттуда информацию и загрузив его в медиа-пространство, потому что, опять же, сотрудник учреждения культуры, а, не обязан это делать, два, им сложно в целом использовать такой ресурс. Поэтому, опять же, это медиа-проект, мы не можем почитать их волонтеров, но они существуют, работают в этой сфере. Поэтому на будущем мы сейчас прорабатываем технические возможности, чтобы человек мог себя идентифицировать и тоже сказать, я волонтер культуры. При этом приложив определенные подтверждающие документы, а не просто списочно отчитаться за это, скажем так. Поэтому уже 29, а это только первый год, в начале года было 7 тысяч волонтеров, чтобы вы понимали динамику. Мы сейчас тоже над этим работаем, потому что, да, здорово привлекать волонтеров на мероприятия, но, как сказал правильно Денис, кроме того, что волонтерство, это такая, кажется, на первый взгляд, история стихийная, здесь требуется профессиональный подход абсолютно в любой часть, начиная от привлечения, заканчивая в целом развитием этой сферы. Поэтому волонтеры сейчас выходят на иной качественный уровень, особенно в сфере культуры. Поэтому я не настроена, может быть, оптимистична, но настроена реальна, что все возможно, и, собственно, люди, которые есть вокруг, они доказывают, что людей много просто. Вопрос в том, что они не общаются. Мы сейчас создаем инструменты, чтобы их найти, объединить и создать инструменты для их развития. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Спасибо. Еще вопросы? Вопрос в том, что я часто задаю, но всегда интересно услышать ответ. Вот есть музеи, библиотеки региональные, местные. Они маленькие, они не такие огромные институции. Вопрос представителям музеев, исторического эрмитажа. Как, на ваш взгляд, развивать волонтерство в сфере культуры в маленьких региональных учреждениях культуры? Спасибо. Сразу могу сказать, что самый первый наш проект, а, понятное дело, что когда закончились празднования, нам стало понятно, что мы должны искать мотивацию, и я изначально был уверен, что главной мотивацией для волонтеров является реализация собственного проекта. И так как идея и миссию нашу мы определили как воспитание, чувство ответственности за сохранение культурного наследия, всего культурного наследия, то мы стали искать объект, где мы могли бы приложить свои руки, да, вот помимо стены эрмитажа, несмотря на то, что было очень сильное непонимание вообще сотрудников, как это так, мы смотрим за его, так сказать, стены. Но мы нашли такой объект, который оказался все равно связан с эрмитажем, с Зимним дворцом, это Ропша. И первый наш проект был Ропша. Всех вовлекли в эту историю, потому что Ропша является памятником культуры федерального значения в списке ЮНЕСКО. Но она буквально разрушилась на наших глазах. Оттуда выселили военную часть, и все, и все стало разваливаться. Мы приехали туда и сразу познакомились и увидели энтузиастов в местной школе, в которой была основана императрица Александра Федоровна, да, и в местном центре рыбоводства. И вот с них все и началось. Они стали вот таким вот культурным оазисом, и мы вместе с ними стали придумывать самые разные проекты, каким образом можно привлечь внимание вот к этой усадьбе. Поэтому все праздники, которые мы стали придумывать и обнаружили у себя в архиве в Зимнем дворце, сделали праздник 13 января, Старый Новый год. Оказалось, что в 1826 году в ночь на Новый год Николай Первый, то есть самый первый новогодний подарок, как императора, он сделал своей супруге. И было написано, так праздник свой первый так назвали, любезнейшей супруге моей, Дару Илья Робша. То есть был самый дорогой вообще новогодний подарок, который мы вообще нашли, сколько мы не искали. И вот как бы с этого все и началось. И с этой же самой школе стали создаваться целые интересные проекты, вовлекаться дети, вот именно в разворачивании всей этой истории. Там возник музей новогодней елки. Стали собираться информация вообще о праздновании, о рождественской елке, о праздниках, которые устраивали Александра Федоровна, потому что именно она привезла рождественскую елку. И вот таким образом, на самом деле, в каждой деревне, слава Богу, что мы так раскрутили всю эту историю, что про Робшу не просто вспомнили, потому что она была вообще ни у кого на балансе не числилась. Что в результате просто журналисты стали буквально бить тревогу, что усадьба гибнет. И вот, в конце концов, Робшу просто передали в руки Петергофу. Мы даже об этом и не мечтали. Потому что когда нас все спрашивали, а как вы думаете ее восстановить-то, мы не собирались заниматься фандрейзингом, мы хотели привлечь внимание и вовлечь в эту историю волонтеров. И, в общем, в этом во всем участвовала местная школа, которая стала вот этим вот самым главным источником для вдохновения и собирания вокруг себя, то есть настоящим культурным центром. Вот, наверное, то, что может стать интересной идеей для любой деревни, любого поселения, библиотека, которая может на самом деле собирать информацию и собирать информацию обо всем, чем угодно. Как мы, например, в прошлом году, занимаясь годом балета, вдруг обнаружили, а что создателем балета оказался Леонардо да Винчи. И он написал первый сценарий и первый балетный спектакль. Вот, казалось бы, эту информацию на самом деле нигде никогда не скрывалась. Но любое культурное учреждение, занимаясь проектом года балета, наверное, может рассказать и о Леонардо да Винчи в том числе. И это тоже интересная история, которая позволяет создавать целую образовательную программу. По сути, неважно, где вы находитесь, доступ к информации есть везде. И вопрос в том, опять же, может быть маленьким учреждением, маленькой школой, но дойти до космосаторного элементария и стать частью Петергофа. Поэтому здесь вопрос в том, что все барьеры у нас в голове. По сути, все примеры, которые вы услышали, они все типичные. Неважно, вы находитесь в Сербии, вы находитесь в Москве или в Петербурге. Мы специально подобрали разноплановые примеры, чтобы увидели, что всех объединяет в целом подход. Я думаю, что Дарья продолжит тему. Да, можно я добавлю? Спасибо, очень интересный вопрос. На самом деле, мне кажется, с точки зрения цикла волонтера в организации, в принципе, подходы идентичны. То есть, по факту, неважно, мы говорим про какой-то региональный музей, мы говорим про Центральный и Федеральный музей. И подходами работы, подбора, отбора, привлечения волонтеров, они идентичны. Инструменты абсолютно. Они адаптируются под объемы, но в целом идентичны. Однако, как какой-то возможный такой вектор, мне видится это партнерство с организациями. То есть, возможно, имеет смысл обратить, если ваша целевая аудитория молодежь, внимание на университеты. Если вопрос в серебряном волонтерстве, то на благотворительные фонды. То есть, с точки зрения инструментария все идентично. Действительно, разные объемы. С точки зрения вопроса, откуда черпать людей, как их привлекать, музей сам должен придумывать эти каналы или с кем-то в партнерстве, это вопрос в каждом индивидуальном случае. Спасибо большое. Еще вопросы? Вас слышно, все отлично. Отлично, отлично. Добрый вечер всем. Сегодня, коллеги, мы, наверное, много говорили про вовлеченность, мы говорили про желание, а самое главное, мы говорили про любовь. Я из региона про любовь. Меня зовут Ольга Смирнова, я из Амурской области. Прекрасно. Люблю. И у меня не вопросы, а приглашение. Наталья, Мурат, я вас приглашаю к нам, у нас нет таких гор, но у нас очень много любви. У нас центр и столица региона, город Благу, Вещенс. Поэтому есть космос, есть соя, есть мед, есть граница. Я рада буду видеть лично вас, хотя, наверное, не так. Дарья, Диана, Наталья, Мурат, Михаил, Дарья, я приглашаю к нам в Амурскую область. Спасибо большое. У нас, наверное, с каждым городом нашей страны связана к этой истории. У меня мама с папой познакомились в Благовесенске. Поэтому, да, если продолжать тему любви. Да, с удовольствием. Это прекрасно. Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос, за приглашение, за любовь. Надеюсь, что она есть в сердцах каждого из нас. И она на самом деле двигает и волончерство, и в целом всю нашу жизнь. Есть ли еще вопросы? Да, мы завершим тему любви. Каждая послевкусие, собственно, я думаю, продолжит самостоятельно. Спасибо всем большое. Волончерство – это про любовь, волончерство – культура. Это про любовь к своей стране, к своей культуре, к своему наследию. Надеюсь, что все мы будем волонтерами культуры рано или поздно. Спасибо. 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 Спасибо.